Всем доброе утро, друзья! Я так спешила к урачу на приём, что выбежала с мокрой головой. Они сейчас уже немножко подсохли. В итоге... Ну, здесь ещё видно мокрое. В итоге приехала на 10 минут раньше. Сижу сейчас в машине, потому что на улице начался мелкий такой противный дождь. Но я, наверное, потихонечку просто пойду. Ну ладно. Сегодня у нас плановое УЗИ второе. Но есть одно но. Сейчас я вам о нём расскажу, но прежде хотела бы... Так, секунду. Сейчас мы выйдем. Как я выхожу? Выползая, а не выхожу. Потому что очень близко руль подвинут к сиденью. Я потому что ногами своими короткими ничего не достаю. Ну и, соответственно, чтобы потом вылезти, нужно либо кресло отодвигать, что, естественно, впадло делать. И я, в общем, выкарабкалась из машины. Так. Так вот. В общем, прежде чем я вам расскажу, что там да как будет, сейчас хочу вам порекомендовать один канал. Девочку зовут Юля. Она приехала со своей семьёй из Санкт-Петербурга два года назад. Есть только же сколько и мне лет? Тридцать. Уже трое детей. Кстати, про троих ребёнка я вам очень позднее расскажу. У меня был диалог с Вова на эту тему. И девочка ведёт канал совсем недавно. Рассказывает о том, как они переехали до поздней переселенцы. И у неё очень много мотивационных видео на канале со спортом, как она занимается, как приводит себя в форму в домашних условиях. И так как я сейчас этого делать точно не могу. Поэтому, кто сейчас хочет привести себя в форму в условиях закрытых спортзалов в Германии, то заходите обязательно на страничку к Юле. Смотрите много чего интересного. Там рецепты их жизни, как они обустраивают квартиру. Ну и много-много чего рассказывают о том, какие сложности бывают. Всё-таки два года всего живут в Германии. Как чего у них получается. Так что переходите обязательно по ссылочке внизу под видео. Смотрите, подписывайтесь, комментируйте. Так вот, что же это за но, которое сегодня нас ожидает? Я хочу попросить врача не говорить пол-ребёнка мне. Я взяла с собой конвертик. Сейчас я вам покажу. Так, где же он тут у нас? Красненький. Рождественский. Было зелёненький и красненький. И попросить её написать бумажку. А с полом ребёнка я эту бумажку потом, в конвертик смысле, передам Ирине. Ирина надует нам шар. Туда положат конфетти соответствующего цвета, естественно. И мы устроим гендер-пати. Как вам идея? Я думаю, клёво будет. Ну, там тортик, все дела. Вот. Поэтому. Как-то, знаете, вот с первым ребёнком опять трактор едет. У нас сейчас пассивной период. Поэтому много чего ездит. Шумного. Наверняка меня не слышно. Так, зачем я остановилась, как всегда? Так, маску надо одевать уже. А, так вот. С первым ребёнком как-то очень хотелось узнать пол. И да и Настюшка такая хитрушка была. Постоянно садилась так, что невозможно было посмотреть. И это ещё больше под, как разогревало интерес. А то узнать, так кто же у нас, так кто же у нас. А сейчас как-то не то, чтобы неинтересно, а как-то мне лично, как маме, как женщине, которая себя уже, как говорится, дочку родила себе. И уже как мальчик и девочка в следующие не особо так важно. Поэтому для меня уже как-то такого сильного интереса нету. А Вова, конечно, ему интересно, но он хочет себе тоже сюрприз сделать. Так, маску надо надеть. Вот. Положили меня на кушетку, сказали, будем писать КТГ. Ну, КТГ схваток. В общем, в прошлом беременности у меня, по-моему, всегда в КТГ писали сердцебиение. И прям слышала всё. А здесь они сказали, будем записывать схватки. Вот, как-то так. Ну, вот прицепили мне ещё датчик. Здесь провод. Ну да, наверное, схватки, потому что, когда пишут сердцебиение, пытаются найти положение ребёнка, чтобы услышать именно сердцебиение и на нём сконцентрироваться. Сказали, мне можно двигаться, переворачиваться, крутиться. Вот. Не обязательно в такое прям положение лёжа, как солдатиком лежать. То есть, мне сказали, без проблем. Пишут. Листочки едет, едет потихонечку. Вот, сейчас уже сдала. Так, взяли у меня показания давления, взяли мочу. Что ещё там? Взвесили меня. Опять у меня обнаружили сахар в моче. Я не могу небольшое повышение. Не знаю, что сейчас врач скажет, потому что я сейчас на КТК 20 минут пролежу, и потом уже у меня... Я пойду к врачу непосредственно уже УЗИ делать. Вот скажите, я одна такая, кто если что-то, какие-то подозрения есть, то начинаешь сразу лезть в интернет и читать, что это такое, почему это, у кого это было, форумы. Начинаешь, в общем, читать, 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 забивать свою голову, ненужной информации, и ещё больше себя пугать. Ну да, я, в общем, такая. Я сейчас, в общем, пришла, села в машину, и такое чувство, что прям вот хочу заснуть, потому что находилась в комнате для УЗИ, в которой приглушённый свет, всё темно, и было так, спать хотелось. Вот. Так, что у нас интересного? Так, пол мы определили, правда, со второй попытки, потому что при первой попытке посмотреть, там была поповина, и она сказала, я бы что-то как-то боюсь, говорит, предположить пола, то вы тут сделаете свою гендер-пати, а потом, упс, сюрприз будет, что следующая скрининга покажет другой пол. Но потом она всё-таки к концу посмотрела ещё раз, и уже поповина уплыла куда-то там, и всё, она говорит, о, всё, вижу, говорит, пол, всё, напишу, сфотографирую вам пола. Она сфотографировала, вообще положила в конвертик, написала всё, поэтому Ирина будет первая, кто узнает, кто у нас будет. Поэтому есть задача. Что ещё интересного сказали? Ну, во-первых, у меня срок опережает на одну неделю, то есть сейчас, если у меня было 14 октября, дата ПДР, то сейчас 7 октября, потому что ребёнок крупнее, крупнее, чем должен быть. 265 грамм, 21 сантиметр, это где вот столько, лежит, ну, пока поперёк, крутится-вертится. Фотографии мы таких прям не сделали никаких, потому что она сказала, в следующий раз придёшь, тогда сделаем 4D УЗИ и попробуем заснять. Может, повезёт ребёнок, будет в этот момент спать, потому что крутится-вертится, всё вокруг плавает, руки крутятся вот так вот, всё около лица, и всё это невозможно было сфотографировать. Я всё это сама видела, то нога, то рука, то пуповина вокруг лица, поэтому шустрый ребёнок, она не успевала даже, вроде только нацелится, а он уже развернётся. Настя у нас другая была. Настя у нас была такая, как, я не знаю, как конспиролог такой, спряталась к моей спине, лицо вот так спрятала, лицом так зажалось, и ничего не было видно. По-моему, только в 31-33 неделю мы смогли сделать снимок только пол лица, и всё, больше у нас нет снимков её личика за всё это время, что я ходила на УЗИ. В этот раз я увидела лицо, но это вот такое вот, всё расплывчатое. Так, что ещё? Мне дали два направления. Одно направление, как бы можно сказать, плановое, это на глюкозотест во втором триместре, его все беременные проходят, ну, в моём случае это прям обязательно, потому что у меня был уже с Настей гестационный диабет беременных. Сейчас мне дали, нужно будет позвонить, сделать им запись. И ещё мне дали направление в перинатальный центр, потому что у меня есть подозрение, что в пуповине только одна артерия, но это только подозрение, потому что ребёнок крутится, и ей было сложно посмотреть. Она говорит, лучше съезди, проверь, что они скажут. С Настей я, кстати, тоже была, с Настей было подозрение, что у неё есть гольфийский мяч, как-то так это в кавычках называется, как это сказать, как тоже подозрение на какое-то заболевание сердца, и мы тогда очень сильно переживали, я помню, что когда нам это сказали, ну, очень сильно переживали, что какой-то как порог развития сердца, что ли, может быть. Вот, но потом мы сходили, всё нормально, ничего не было, кстати, там только сказали, пол Насте, наконец, тоже она показала, конспиролог маленький наш. И вот, так что, но это я как сейчас вот посмотрела, погуглила быстренько, я не могу, вот если мне что-то скажут, что куда-то направление, на какое-то дополнительное обследование, что есть какие-то подозрения, я сразу начинаю гуглить, что это такое, что это, с чем это едят, в общем, что происходит. Ну да, я не могу вот так вот, мне нужно прочитать, но пишут, что это как бы ничего такого страшного, дети рождаются с этим абсолютно нормально, и бывает, что это ни на что не влияет, просто как-то такая вот, должно быть две артерии, но у меня одна. Но если она справляется с функциями своими вместо двух, то в целом нормально, ну, учитывая, что рост ребёнка у нас и размер вес превышает на неделю. Пришёл какой-то дядька на участок соседу, с какой-то интересной штукой, лазер какой-то, что ли. Напишите, друзья, в комментариях, что это такое, зачем это нужно, зачем он пришёл, что он измеряет. Я надеюсь, наш сосед не будет продавать участок. А ну, последний раз с ним говорили, он говорит, нет, нет, я не хочу, ничего, это моя вот отдушина, так что теперь сомнения закрались. Надеюсь, здесь у нас не поставят стену прям вдоль забора какого-нибудь второго здания, высокого, многофамильного дома. Настя, в общем, тоже смотрит туда у нас, смотрит, что там за дяди ходят. Да, Настя? Да, там всё, дяди до сих пор ходят, по участку чего-то измеряют, переставляют свои приборы. Настя, у нас любит, кстати, об окно смотреть. Да? Скажи всем привет. Привет, привет. Ей. Сейчас пришла, ещё не знает, во что играть. Сейчас будет. А, шарики собирает. Значит, сейчас будет запускать. Ну, у тебя ручек, кстати, столько нету. Ну, нет, смотрите. Умещаются шарики. Не знаю, может, они деревья пришли резать? У меня ещё тоже такое предположение есть, что они вокруг деревьев ходят, смотрят всё вверх. Только зачем вот этот вот прибор? Непонятно. Да, Настя? Кто там? Дядя, да, там? Дядя ходит. Иди, шарики. Иди, давай. Давай, шарики, запускай. Ну, ещё до сих пор играет. Я когда съездила, не помню, уже на неделе на той, забрала эти штучки, до сих пор играет. Ну, я сказала, что ей на пару дней, но вот уже подольше играет. Нравится. Потихоньку начинаю уже готовить ужин. К тому моменту, когда Вова придёт. Ну, здесь салат. Я ещё не мешала, ничего не заправляла. А Настя там у нас пока смотрит малышариков. Нравится ей именно момент, где есть песни. И хотели на выходных погрилить, но погода не позволила, поэтому сейчас будем на сковородке делать. Это, по-моему, индейка. Да, вроде индейка. Индюшачья грудка в соусе. Ну, прямо уже готова, маринованная, продаётся. Хотела вам показать кое-что у нас на террасе. У нас уже солнышко пропало. У нас сегодня очень странная погода. То солнце, то дождь, то ветер. И вот такие вот облака. Всё синий-синий затянуто. Прямо оттуда всё идёт. Тут у нас до сих пор на участке ходят соседи. Что-то к ним приходили геодезисты, наверное, это правильно называется. У нас всё по-прежнему с цветами замечательно. Те я так и не пересаживала, нарциссы. Но хотела вам кое-что показать. Новенькое. Кто-кто в теме. Показать вам, это яблоки или это не яблоки. Как вы думаете? Ну, эти лепесточки осыпались. И вот такие шишечки образовались. Я что-то смотрела в интернете. Стоит, что это зависть у яблоков. Но не факт, что будут яблоки. Поэтому хотела у вас спросить. И вот эта вот яблонька, кстати, тоже пустила свежие листочки. Несмотря на то, что она находится в горшке. Ой, фу, в горшке. Ну да, в горшочке. Ещё не пересаживала. Но в целом растёт. Единственное зеркало у нас в квартире. В которое можно посмотреть, как я выгляжу. Так. Сейчас у нас получается 19 недель и 4 дня. Хотя до этого было 18 и 4 дня. Ну вот. Вот такой вот животик. Я с таким ходила с Настей, наверное, в 23-24 недели. Ну, в этот раз чуть побольше. Писали тоже в комментариях, что, может быть, Лена, это связано с тем, что крепление плаценты по передней стенке. Нет. Я спросила, кстати, сказала она, нет, не по передней. И она даже чуть ниже ещё расположена. Но у меня с Настей тоже было низко. А потом поднялась. Это как бы пока ещё ни о чём не говорит. И я ещё пожаловалась врачихе. Врачихе. Можно так вообще говорить? Какое-то такое слово неприятное. Врачу. О том, что у меня вот здесь вот. Да, вот здесь с левой стороны. Когда я долго посижу, меня отдаёт потом в ногу. То есть где-то зажим идёт. Я, кстати, к остеопату ещё записалась. На июль месяц. Потому что очереди к хорошим остеопатам действительно долгие. Плюс ещё не оплачивает страховая. То есть нужно самому платить. И у меня будет остеопат с Нидерландов. Единственное, мне нужно будет ехать далеко до него. Где-то около 60 километров. Так что я, кстати, думаю насчёт остеопата. Он меня там помнёт, потрогает. И я смогу вообще потом за руль сесть. Или какие-то такие странные мысли, если я одна поеду. Как вообще после остеопатов? Нормально или всё же стоит с кем-то поехать? Теперь у меня сомнения. Ну да. В общем, такой вот я дирижабль. То ли ещё будет. Мне кажется, вообще большой живот будет сильно. Так-то. Уже, конечно, и не скроешь. Тут соседка тоже подошла. Спрашивает, кого ждёте? А уже всё, уже всё заметно. Уже так просто не походишь. А я вроде всегда, знаете, такие вещи одеваю объёмные. А она сразу такая, кого ждёте? Прискакала. О! Свои кроссовки сейчас будет брр-брррр делать. Мы пять дней у меня были в яслях. И она эти все пять дней ходила вот с этими кроссовками за мной. То я как бы поехали прорезывать. Не грызёт, у меня зубы лезут. Опять. Я там увидела, опять у неё воспалилась десна. Три зуба вылезли тогда Сейчас идет вот тоже в том же В тех же местах, только четвертый Как-то через один зуб Все клыки мы проскочили И следующий за клыками пошли Вот эти первые маляры Сейчас она наяривает вот эту штукенцию Я ее не кладу в морозилку никуда Она так просто ее грызет Пошла опять по теньке своей мере Сейчас пойдет вытаскивать все Вот, я еще сделала Получается сейчас запись в перинатальный центр Чтобы вот, ну, обследование Это произвести, завтра я позвоню еще В диабетологию Вот у нас вот все делается Готовится, на этой неделе еще пойду В роддом Тоже они мне трубку все не брали, не брали Я вот потом им написала Емейл, все, по-моему, там все готово И Они мне потом перезвонили Сами Я им написала, что хочу посмотреть ваш роддом Что у вас там есть в наличии, как это выглядит Познакомиться И, ну, как обсудить Возможный вариант родов И они мне сказали Приноси свою вот эту вот Как книжку по беременности Где все записываются Вот эти данные И Приходи, покажем Все тебе расскажем Поговорим Вот забава Вывалить Положить назад Ой, упала Ты уже наелась? Угу Поставь ровненько О, молодец Вова здесь у нас вернулся Там что-то опять в интернете сидит Привет, ребянушки Говорит, кушать особо не хочу Я говорю, что любовница кормила? Говорит, да Моя любимая Хорошенькая О, ему поэтому мало наложила Как ребенку Ну вот, в общем, садимся Сейчас Я себе тоже немножко наложила Что-то как-то сильно неохота кушать Вот так вот Так что приятного всем аппетита Лена, ты кушать-то сделала А вилочка-то не давала, чем есть Ну так, любовница давала Я сидела Шакры пускала Чтобы Лена видела Что вилки нет Не получилось Надо больше стараться Чакры пускать О, с опытом получится Не чакры Шакры Шакры Неправильно Значил Сейчас она тебя научит Сегодня у нее новое слово Из яслей Чучу Чучу Настя чего-то у нас Начала плохо кушать То есть Те порции, которые я раньше ей делала Она обычно съедала А сейчас как-то Не хочет И я вижу по ней, что она Ну и активная И все как-то нормально Нет аппетита Может быть, с зубами связано Просто это первый раз Вот с ей год и четыре Когда она мало ест В течение дня Вроде пьет нормально Все как обычно Не знаю Может у вас такое было Хотела тут, короче Отрезать себе родинку Ноженками Так Потому что Родинка такая Она на тоненькой ножке И я постоянно Чем-то ее задеваю И очень больно становится Тут еще Настя Я тут зарядила ботинком То ей, видимо Тоже прошлась так хорошо Вова говорит Нельзя резать Хотя он однажды Ходил к дерматологу Тоже с такой проблемой На спине уродинка Он ее сковырнул Часть как-то там И то ли зашивать То ли удалять ее Пошел в общем К дерматологу А я тогда тоже помню Что нужно как-то сосков Какой-то брать Там, если родинку удаляешь И ему ничего не делали Просто он пришел Ему отрезали Заклеили И все Никуда никак Лабораторию не отправляли Поэтому Да Я так посмотрела Там такая тоненькая Тоненькая ножка Она иногда Так, ну, видимо Задевает А больно становится Я думаю Если там отрежь Ничего такого не произойдет Но Ладно Пока так заклеим Потом подумаем Что с этим делать Может, хотя бы немножко Потом переставим болеть Вот Все Буду с вами, ребят, прощаться Я сейчас начну умываться Несколько месяцев Я ходила в Голосман Я очень долго пользовалась От Невеи Как это называется Гидрофильным маслом Вон там с Настей играет И Оно пропало Из продажи Я хожу-хожу Все Нету-нету Нету-нету Я убежала сюда Взяла от болеи В целом тоже неплохое Но Не знаю Мне это больше нравилось Нету больше Вот В ДМ захожу В Росман захожу Секундочку А, ушла Вот Захожу в ДМ В Росман Единственное Вот В своем экземпляре Не знаю, почему Сейчас все торговые Марки Стали Убирать Из продажи Гидрофильное масло Мне оно очень Часательно Хорошо подходит Хорошо снимает Макияж Макияж Я, кстати Минцеллярную воду Новую Тоже Залат болеет Написано Роза Роза Здесь ничего Нету Никаких спиртов Это не С масляной основой Тоже мне хорошо Подходит Вот Вот И церновей По-прежнему Пользуюсь В целом Мне кожа Стала Немножку Лучше Но все равно Какая-то Вот Солнышко Мышло У нас Только что Сейчас Гроза Прошла И граббл И молнии Были И дождь Как из ведра Минут Наверное Двадцать Тридцать Прошел И все Прекратилось Сейчас Солнышко Так Как Лисы То Солнце То Солнце То Сегодня День Может быть Даже Настроение Настюшки Сегодня И с едой Как-то В последние Дни Может быть Тоже С погодой Связано Я даже Не знаю Но Я Мать Все равно Немножко Переживаю Что Мало Кушает Обычно У нее Аппетит Всегда Хороший А тут Как-то В общем Первый Раз Такое У нас Ладно Буду Ребят С вами Прощаться Сейчас Так Возьму Эти Ватные Свой Ватные Диски И Буду Удалять Ее Макею Увидимся В Следующее Видео Я Тему Про Третьего Ребенка Чуть Позднее Расскажу Когда Вместе Мы Соберемся С Вовой И Расскажу Как это Произошло Как я Спросила У него Однажды И Вот так С припадки Глазом Задерган На счет Третьего Так что Мы вместе Расскажем Не только Своих Слов Но Я думаю Он тоже Поделится Так что В следующем Видео Ждите От нас Историй Таких Интересных До скорых Встречи Ребят Увидимся В следующем Видео Пока Продолжение следует... Продолжение следует...